Слушай, дело, которое я вам поручаю, требует от человека трезвого рассудка и крепких нервов. Я согласен, но хотелось бы остаться в Одессе. А почему бы вам не подумать о своем будущем? На вашей лавочке и тухлых пирожках вы капитала себе не заработаете. А я вам предлагаю выгодное дело. Выполните его, и вы станете богатым человеком. Купите себе дом, сможете жить, где захотите. Во Франции, Италии, Америке. Я Одессу люблю. Вы биографию принесли? Принес. Вы пишете, что сидели три года за растрату. Зачем же вы на себя наговариваете? Хотите меня убедить, что у вас есть причина ненавидеть советскую власть? Заинтересовали вы меня совсем не поэтому. Вы отлично понимаете, что вас не помилуют, если вы попадете в руки к своим. Во-первых, за вашего зятя, который верой и правдой служит Германии. Во-вторых, за вашу торговлю. Какая к черту торговля, а не убытки? Важен сам факт. Что же делать? Ехать надо, Андрей Кузьмич. Ехать. В Берлин предлагают ехать. В специальной школе обучаться. А потом через линии фронты перебросить. Ну и прекрасно. Образование получишь. В гробу я видел это образование. Только на ноги встал. Из долгов вылез. И вот на тебе, пожалуйста. Для родины людей под пулеметы бросаются. Да разве я отказываюсь помогать? Я все сделаю, что надо. Только из Одессы не уезжать. Ты передай этому человеку, как его, Золотников, что ли? Подумай, Андрей Кузьмич. Мне это не нужно. Я ради тебя все это затеял. Я могу и уехать. А тебе здесь жить. А когда наши придут, кто докажет, что я нашим помогал? А не на немцев работал. Меня же первого в расход пустят. Не пустят. Золотников тебе в обиду не даст. Нельзя тебе такой случай упускать, Андрей Кузьмич. Разве я отказываюсь? Войдите. Добрый день, господин директор. Здравствуйте. Вот приказ о премиях рабочим. Премия – это хорошо. Еще один корабль взорвался. Седьмой за последние три месяца. Пожалуй, подводными лодками русских это уже не объяснишь. Но есть еще минные поля. Кое-что и на их долю можно отнести. И все равно это слишком много. За эти суда несут ответственности порты. Они там грузятся, берут уголь, воду. Кстати, там проведены большие аресты. И у нас могут быть неприятности. Я уверен, что завод тут ни при чем. С вашим приходом нам удалось покончить даже с мелким саботажем. А впрочем, вам я могу доверить. Румыны не справляются. Получен приказ фюрера взять власть в Одессе.